Смотрите, Владимир, все-таки это действительно вопрос национальной памяти. Что заложено, то заложено. С литовцами же общаются часто? Так. Они не воюют с русскими уже с того момента, когда война повстанцев закончилась. Это 60-е, конечно, 60-е, кажется, годов. Они положили в этой войне 22 тысячи с лишним человек, по-моему. Были там музеи, повстанческая армия, все. Еще были жертвы в 1991 году, в январе, когда Советский Союз пытался препятствовать отделению Литвы. Но все-таки это было достаточно уже давно, хотя они все это помнят. Вот опрос проводят в Литве. Более половины населения Литвы готовы защищать свою страну с оружием в руках. Это свежий опрос. Я думаю, что даже страшно проводить опрос в Украине. Я, например, боюсь результата этого опроса услышать. Резница между Украиной и Литвой в том, что у нас радянская влада была на поколение дольше. А империя вообще... А если говорить про империю, то, очевидно, еще глубже. Но эти 20-30 лет, которые наши опросы были наиболее экстремальными в радянские часы. Потому что это были 20-30 лет, когда коммунистический и большевистский режим был особо агрессивным. Он в таком стадии формирования. Тогда его жертвами стали миллионы людей. Просто миллионы людей. И когда после 1991 года возродится независимость страны Балтии и Украины, мы в очень разных ситуациях опинились. У нас уже не было, фактически, людей, которые помняты независимость Украины, Украинскую Народную Республику, 21-го года. И даже если было, то это были очень поважные люди, очень поважного века люди. В Литвии это были люди, которые были активными, которые могли быть активными участниками политики уже на начале 90-х. То есть там не произошло этого разрыва поколений. У нас произошло этот разрыв поколений. У нас, когда мы говорим про память, оця политика радянской влады, спрямована на ліквідацию памяті, как функции суспольной, вона дала набагато кращие результаты. Радянской владе это было набагато кращей в Украине. Знову таки, благодаря тому, что период радянской влады в Украине был триваляющий. Украинцы не умеют помятать. Украинцы не хотят помятать. В Украине політики могут кардинально менять свои политические ориентации. Заявляти про очень разные вещи на одних выборах, а потом на других выборах. Саме потому, что у нас нет умения помятать и проверять, хлопцы, мужики, а ты пригодишь, что речь того, ты говоришь совсем иначе. И это то, что очень используется политиками внутренними, украинскими политиками, зовнішими политиками, российскими в первую очередь, которые пытаются дестабилизировать Украину. Одно из наших задач, как институт, институт национальной памяти, это потроху привчать суспільство помятать. Згадывать, восстановить эти спогады. Это начинается с родинного уровня, для того, чтобы нужно общаться, передача информации от бабки, дедуся до внука. Продолжение следует...